Привет! Мы представляем рекламное агентство Escape, Леша Новиков креативный директор, я стратегический директор и мы пришли рассказать о креативе в рекламе, как с ним работать и поэтому я очень прошу людей, которые не верят в креатив или которые не работают с креативом или которые не собираются работать с креативом, встать и уйти прямо сейчас, потому что вам будет совсем неинтересно. Более того, мы заберем ваше время и испортим вам настроение. Спасибо. Спасибо. Это будет релевантно, интересно и возможно вам будет что от нас узнать, что подчерпнуть. Итак, в разрезе именно этой презентации мы хотим поговорить о двух проблемах с креативом. Первое, креатив фигня не работает, с этой проблемой сталкивается как сам креатив, так клиент, так и менеджмент агентств. Проблема номер два, креатив забирает невероятное количество времени, как клиента, с чего это вдруг вам нужно две недели на креатив, так и для руководства агентства, которое не понимает, почему все остальные должны прыгать от креатива. А можно поинтересоваться, сколько представителей клиентов здесь в зале? Один? А, вот. А сколько агентств? Круто. Тогда я не буду рассказывать секретов никаких. Понятно, проблем больше. Сразу скажу, то есть если у вас возникнут вопросы, а почему вы не назвали это, 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 не в разрезе этой презентации. Сейчас мы говорим об этих двух проблемах. Давайте по порядку. Для начала давайте еще раз вспомним, что такое креатив. Да, самое важное это то, что креатив это не дар божий, это совершенно приобретенный навык, который позволяет нам при помощи каких-то креативных методик в разрезе рекламы делать рекламу, делать рекламные образы, производить какие-то рекламные штуки. Вот это то, что мы называем креативом в рекламе. И что важно, это определенный тип мышления. Все, наверное, уже читали Гладуэлла, пресловутые, сколько там, 10 тысяч часов, кто помнит сколько? 10 тысяч часов. Повторение одного и того же для того, чтобы стать профессионалом. Так вот я вам с полной ответственностью могу сказать, проработав 10 лет в рекламе. Креативщики обладают очень заточенным, узко заточенным типом мышления и требовать от них чего-то того, чего они делать не должны, неправильно. Сейчас мы об этом и поговорим. Но при этом креативщики очень любят делать то, что им не нужно делать, потому что они очень любопытные люди и засовывают руки везде, где только можно. Что касается креатива. Легче всего примеры креатива творчества, творческого мышления показать на картинках. Картинки, которые производятся творческими людьми, они, наверное, должны вызывать сильные эмоции в первую очередь. Например, котики. Они вызывают сильные эмоции. Творчество здесь присутствует. Ракурс, освещение. Профессионалы работали. Есть сильные эмоции, вызывающие картинки с сильно негативным содержанием. Все мы знаем о трагедии в Бостоне. Есть профессионально разработанный креатив для брендов одежды, который вызывает разные эмоции. Далеко не каждый понимает, что же, зачем это. Причем здесь шмотки. Все знают? Кто не знает, что это за компания? Ну, я спросил, кто не знает, но спасибо. Есть вот, как по мне, фотография, вызывающая сильные эмоции, потому что здесь жених впервые видит свою невесту в свадебном платье. Я вот у некоторых людей вижу соответствующие эмоции. Есть всем известная организация, которая вызывает тоже сильные эмоции и каким-то образом пытается тоже на что-то влиять. Кстати, бриф у них вполне конкретный, работают они довольно эффективно. Ну, или есть вот такие вещи, которые тоже вызывают сильные эмоции, работая с какими-то вечными образами и с детьми. Котята, дети, все прекрасно. Все эти картинки неким образом иллюстрируют, описывают то, чем должен заниматься креатив. Но у них есть один большой вопрос к ним, ко всем. На что они направлены? Все ли они работают? Повесьте на фотографию, отличную фотографию котика, а не просто фотографию котика. Повесьте сейчас логотип любого бренда. Что тогда получится? И из моего опыта, и все, о чем мы сегодня будем говорить, происходит из нашего опыта. Многие так делают. Повесьте логотип конторы по протезированию на фотографию человека, пострадавшего во время бостонского теракта. Сработает. К нему будет очень много вопросов. Работает ли поцелуй Чавеса с Обамой? Не знаю. Наверное, это как. Работает, работает. Работает, говорит креатив. И тут ему тоже нужно задать вопросы. Мы хотим понимать, что творчество и креатив очень разные вещи. И, соответственно, возникает вопрос, как сделать так, чтобы вот эти перечисленные картинки работали? Как заставить креатив работать, а не просто придумывать прикольные вещи? Еще раз, кроме того, что это определенный тип мышления, как по мне, креатив, ну, самая главная задача креатива. Взять какое-то сообщение, взять какую-то вещь и облечь его в такую форму, которая сильно выделит эту вещь. Это сообщение из общего информационного шума. Раз. И два. Заставит эту штуку запомниться. Правильно? Да. Мы всего лишь хотим сказать, что креатив должен заниматься креативом. И между креативом и клиентом должно быть нечто, о чем мы, собственно, и пытаемся объяснить, рассказать. Например, иногда от клиента исходит вот такой вот бриф. Я становлюсь счастливым, когда пью нашу воду. А наша целевая – это современные, уверенные в себе молодые люди, которые хотят получить от жизни все. Есть клиентский бриф, есть креативный бриф, а есть просто какая-то задача от клиента. Так вот, то, о чем говорил Леша. Если вот такая вот задача, она очень зачастую исходит от клиента, говорю вам, как человек давно с этим работающий. Она попадает в агентство, в котором креатив занимается практически всем, 7-10, 80% всего. Рекламный агентство что производит? Рекламу. А рекламу кто делает? Креатив. Аккаунт взял эту задачу, отдал креативу, креатив – вау! Придумал офигенную картинку. В данном случае мне Google помог с обработкой этого брифа. И мы все знаем, я не иронизирую, такой рекламы очень много. Происходит она именно потому, что очень простая, очень безликая, непродуманная задача попадает сразу к людям, которые по сути своей заточены просто под то, чтобы создавать красивые картинки. Итак, возвращаясь к проблеме номер один. Почему креатив не срабатывает? Да потому, что ему ставятся неправильные задачи. Переходя к проблеме номер два, они связаны. Мы дальше будем раскрывать это все дело. Почему креатив забирает так много времени в вашем агентстве? Да потому, что он занимает 80% агентства. И он занимается всем, и занимается тем, чем заниматься не должен. Поэтому добросовестный креатив? Добросовестный креатив сразу же врубается в бриф, огромный клиентский бриф. Начинает его по-своему интерпретировать, изучать, смотреть и так далее. Но подходит к этому очень креативно, в отличие от людей более стратегического склада ума. Вот поэтому мы считаем… Вот у нас сегодня такая возникла странноватая аналогия. Это вот, грубо говоря, если на выходе нужно получить котлеты, да, и креативу дать сырое мясо, то креатив начнет лепить котлеты из сырого мяса. И нужна мясорубка, а мясорубками вот креатив не занимается. Мясорубка – это стратегия. Ну вот такая метафора. Я туда забросил идею о презентации, а вышел вот такой вот образ. По сути, правильный креатив, не тот креатив, который на задачу показать счастливых людей, показывает, красиво фотографирует красивых людей. А добросовестный креатив, коим был я долгое время работая в рекламных агентствах, садится и вдумывается в поставленную клиентам задачу, по сути, он начинает искать инсайт, очень важную, фундаментальную вещь для понимания того, что такое креативная стратегия. А по сути, садится и сам для себя пишет креативный бриф. И креативный бриф – это отнюдь не то, ну не перевод с английского на русский, здравствуйте, того, что пришло от клиента. Это фундаментальная переработка этих знаний и работа с новыми знаниями. Для нас, например, один из самых объективных и простых способов определить хороший креативный бриф или нехороший, как это не смешно, это его объем. Обычно креативный бриф, хороший креативный бриф в три раза меньше, чем бриф клиентский. Хороший клиентский. Я ни в коем случае не говорю, что от клиента к нам приходят плохие брифы. А идеальный бриф помещается в одну строчку? Это легенда, которая ходит среди креативщиков. Теоретически, да, креативный бриф можно поместить в три строчки. Что мы хотим сказать, допустим, кому мы хотим сказать и с помощью каких инструментов. Все. Один из вариантов. На самом деле вариантов очень много. Кто же пишет креативный бриф? Наверное, стратегии. И стратегии работают с инсайтом. И вот тут камень преткновения. Слово, которое себя сильно дискредитировало. Слово, которое сейчас девальвирует. Вспоминая умные слова. Что такое инсайт? Это неожиданная правда целевой аудитории. Вам приходилось сталкиваться с такими инсайтами, как, например, молодежь любит секс. Кто считает, что это инсайт? Поднимите, пожалуйста, руку. Это не инсайт. Это очевидная правда. Она не неожиданная. Ну, правда. Молодежь любит секс. Не инсайт. Или пожилая аудитория любит посудачить на скамейках. Класс, да? Вот это неожиданная правда про пожилую аудиторию. Молодая аудитория активнее, чем немолодая аудитория. Инсайт. Работайте с ним. Нифига это не инсайт. Я сейчас не вспомню великие инсайты. Я вспомню. Есть два человека, которые имперсонируют собой идеальный инсайт. Это люди инсайты. Это Евгений Гришковец и Жванецкий. Вот это люди, которые фонтанируют инсайтами. И именно за это мы их и любим. То есть все, что они говорят, мы как бы сами-то и знаем. Но елки-палки, внезапно вам это говорят. И вы так, о, как же, классно, да? Вот это люди инсайты. Не знаю, кого ты еще знаешь? Наверное, известный вам пример с Улдспайсом и странным негром на белом коне. Инсайта там какой? Креатив креативом, понятно. Наркотики. Тут вопросов нет. А инсайт какой? Ленивая тварь мужского рода, ленится покупать себе собственный гель для душа, пользуется женским, пахнет фиалками. Ну, разве ты мужик после этого? Вот это инсайт. Обычно, когда ты его слышишь, ты либо удивляешься, либо говоришь, черт возьми, да, ведь это действительно так. Либо начинаешь рыдать, либо смеяться. Но когда ты слышишь, что пожилая аудитория менее активна, чем молодая, ты кивнешь, потому что всегда вежлив со своими клиентами. Так вот, поиск инсайта и в итоге написание короткого и хлесткого, как удар боксера, креативного брифа должен писать стратег. Убедитесь, пожалуйста, что в агентстве, с которым вы работаете, или в вашем агентстве есть стратег. Потому что иначе креатив будет просто сжирать ваше время в очень большом количестве и далеко не всегда эффективно. И мы придем к двум проблемам. Креатив неэффективен, креатив съел полностью все время, на его воплощение просто времени не осталось. Как мы ищем инсайты? Мы как ищем инсайты? Мы роемся в интернете. Это для ленивых, проще всего. Мы разговариваем с людьми отвратительно. Ненавижу разговаривать с людьми, они все время что-то от меня хотят. Но да, нужно выходить, нужно придалбываться возле пола к супермаркетам, к людям, начинать их спрашивать, почему именно они это покупают. Там бездонная кладезь знаний вообще. Можно не разговаривать, можно просто следить. Можно просто ходить по супермаркету и заглядывать к чужим людям в тележке и узнать из этого очень много нового. Да, в интернете, кстати, люди тоже, слава богу, делятся сокровенным. Поэтому просто правильно используя Google или другие методы поиска можно нарыть важное. Проводим микроисследования. На самом деле, спросить 50-100 человек с помощью Google Docs или чего-то подобного о простых темах иногда просто взрывает башню. Ловушка маркетолога, ловушка рекламиста в чем? В том, что вы всегда склонны, как любой нормальный человек, думать, что все остальные думают так же, как и вы. Это точно неправда. Мы инкапсулированы в своем красивом рекламном мирке, в котором все хорошо, у которых у всех нас есть деньги, слава богу. Все друг с другом дружат. У всех высшее образование. У всех высшее образование. На самом деле, делаешь шаг на улицу и с ужасом обнаруживаешь, что все совсем не так. Роемся у себя в голове. Рефлексия тоже важнейший способ на рейтинг-сайт. Роемся в панельных исследованиях обязательно важнейший инструмент. Не может быть стратегия исключительно интуитивной. Обязательно нужно опираться на медийные данные, на панельные исследования, на цифры, на социологические срезы и тому подобные вещи. Мы пьем, употребляем наркотики и делаем все эти вещи, которые возможны. Вы тоже привыкли атрибутировать креативщикам, просто потому что привыкли, что так работает рекламное агентство. Оно не так должно работать. Не креатив должен всем этим заниматься. В нынешнем мире, в котором очень сложно выбиться из информационного шума, креативу абсолютно необходима стратегия. Поэтому мы, собственно, в последние пять минут быстро поговорим. Какие пять минут? Мы же последние. Будет интересно, останетесь, дослушаете. От двух кейсов для нашего прекрасного клиента Unilever. Бренд Акс. Кто не знает бренд Акс, поднимите руку, пожалуйста. Ну, слава богу, хорошо поработали, все знают. Они много лет во всем мире делают одну простую вещь. Берут дезодорант, пшикают вот так вот на парня, который выглядит не очень хорошо, и к нему начинают слетаться девушки, как пчелы на мед. Очень просто. Дезодорант, который поможет вам заняться сексом. Много-много лет такая у них вот история. Первая работа, которую мы сделали, называется Акс против НМД. И работали мы с таким брифом. Сообщение бренда Акс обеспечит тебя сексом. Медийная стратегия от медийного партнера, клиента. Получить максимальный охват с помощью юзер-дженерейтед контента. Иначе говоря, заставить пользователей генерировать рекламный контент имени Акса. И что еще было важно, у клиента просто была квартира. Ну, непосредственно у клиента, у человека, который с нами работал. У Unilever была квартира, которой они были готовы дать на время попользоваться человеку, победителю, наверное, какого-то конкурса. Мы стали работать с инсайтами. Кому нравится первый инсайт? Хочу квартиру. Как вы думаете, это хороший инсайт? Ой, я успел чему-то научить. Хорошо. Второй. Мама и папа говорят, что пора бы жить самому. Тянет на инсайт для креативного брифа? Нет. Хорошо. Нет квартиры, нет подружек. Инсайт? Ну, согласен. Вот пару человек подняли руки. Да, действительно, это уже ближе. Это интересно. Нет машины, нет подружки. Это ж, ну, понятно. Нет бухла, нет подружки. Жилплощадь – главная цель каждого парня? Не инсайт. Не инсайт. Квартира на шару ВАУ – это не инсайт, это реклама государственного учреждения. Какой инсайт нашли мы? Государственная ипотечная программа, я даже думаю. Да, 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 ипотечная. Для молодежи. Я съем эту кепку, если у меня не будет девушки. Поработав какое-то время в полях с людьми, покопавшись, почитав, поговорив, мы пришли с тем, что благодаря аксу тебе есть с кем. Однозначно. Они это говорят много-много лет. Во всех роликах это красиво показано. Но в наших украинских реалиях, кому тут меньше 20 лет? Ну, правда, негде. И это большая проблема. Для некоторых она растягивается на десятилетия. Некоторые живут с родителями до сих пор. Правда, правда. Ну, правда. Вот что из этого вышло. Маркет ситуация. Акс. 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 Ну, по большому счету, я думаю, что все все поняли. Самое важное это то, что мы предложили, ну, мы записали всю молодежь в так называемый клуб НМД, да, дали им правило. Первое правило, первое правило клуба поскорее выйти из клуба. И второе правило клуба это выйти из клуба первым, потому что только тому, кто первый выйдет из клуба, достанется эта самая квартира на полгода. Или на 9 месяцев, я не помню. На 9 месяцев. Вот. И после этого мы создали некий механизм, набор механизмов на промо-сайте, который позволял людям, который давал людям задания и позволял людям эти задания выполнять. Причем не все они были связаны с интернетом. То есть нужно было выходить в офлайн, нужно было там расклеивать объявления, нужно было докапываться до прохожих, заставлять девочек кричать, я тебя хочу и все такое. Вот. И, ну, и успех. Успех не только для нас, как агентства, но и для клиента выросла доля рынка и выросли продажи за тот период, пока мы только в интернете проводили эту кампанию. У нас осталось 3 минуты и пару слов о космонавтов. Тот же клиент с тем же брендом пришел к нам и сказал, пацаны, мне очень понравился проект NEMOD, но теперь у нас проект намного круче. Мы реально отошлем в космос победителей вот этого конкурса, причем глобального. Акс сейчас проводит глобальный конкурс, победитель которого, несколько победителей, которых после тренировок, отбора и всех дел, ну, реально полетит в стратосферу. Сейчас все летают в стратосферу. Это как iPad уже почти. Соответственно, сообщение не менялось. Акс обеспечит тебя сексом. Медийная стратегия – напалмовая бомбардировка, потому что это телевизор, наружка и во всем мире очень много медийки. И у нас была задача локализовать глобальный инсайт, который звучал так. Космонавты круче всех. Ну, какого мужчину женщина хочет больше всего? Самого крутого мужчину. Кто может быть круче космонавтов? Да, черт возьми, никто. Но тут есть маленькая проблема, потому что в Америке, где наверняка родилась эта идея, где больше всего людей участвовало в этом конкурсе, ну, такая штука, как культ космонавта, это вполне нормально. Давайте сравним, где находится НАСА и где находится Укркосмос. Я не знаю даже, как это называется, честно говоря. Но, тем не менее, там космонавт – это человек очень уважаемый. Они их посылают ежегодно туда и возвращают их обратно, и чествуют их, и все такое. Поэтому там действительно мысль о том, что космонавт лучше всех, ближе к людям. И у них действительно больше женщин. Да, а в Украине как раз не очень понятно, ну, окей, космонавты круче всех. Конец. Ну, поэтому пришлось адаптировать этот инсайт. И для того, чтобы его адаптировать, нам пришлось задать вопрос, круче кого этих всех. Кто этих всех, кто менее крут, чем космонавты. И вот именно на расшифровке этого вопроса у нас была построена вся рекламная кампания. Если очень коротко, тоже конкурсная механика, в которой нашим парням пришлось пройти некую пирамиду. От ученого через медика-гонщика, гонщика, десантника и пожарника к непосредственно космонавту. Да, условно мы называем эту штуку пирамида привлекательности. Ну, то есть для того, чтобы уже просто всем было понятно, для чего эта пирамида и кто на ее вершине, и почему он привлекательный. Все профессии, которые в этой пирамиде, они, за исключением верхних двух, это пожарник и спасатель, они из нашей украинской реальности, более-менее релевантны для украинской аудитории. Потому что пожарник и спасатель – это люди из рекламных роликов, которые вы наверняка видели, да? Ну, видели? Класс. Вот. И для того, чтобы стать космонавтом, чтобы забраться на самую вершину пирамиды, нашему пользователю нужно было по этой пирамиде карабкаться вверх и побыть немножко медиком, потом побыть немножко летчиком, и побыть немножко еще кем-то. И чисто идейно мы это оправдывали тем, что в космосе все эти навыки пригодятся. То есть медик, ну, нужно быть немножко медиком, чтобы в космосе оказать помощь таинственной инопланетной женщине, например. Вот. И все получилось, да. Ждите скоро от нас бизнес-результаты в том числе. Возвращаясь к двум проблемам, это последний слайд. Креатив не работает, креатив тратит слишком много времени. Да, это небольшие средства проблем с креативом. Да, они очень важны для нас. Да, мы уверены, что вы с ней сталкиваетесь. Как их решить? Ни в коем случае не давайте креативу клиентский бриф, или даже если это не бриф, а просто какая-то задача. Обязательно перепроверьте, есть ли у вас в агентстве настоящий стратег, или если вы клиент, спросите, нет, проверьте, есть ли у вашего агентства настоящий стратег. И тогда вы получите, а, креатив, который действительно работает, а не просто творчество, Б, креатив не сожрет полностью все время проекта. Проверять наличие хорошего стратега в агентстве на практике просто очень дорого. Да, очень дорого. Есть ли у вас, наверное, один вопрос? Вы можете задать один вопрос Александру и Алексею. Микрофон по центру, все там же. И, пожалуйста, озвучивайте его. Несмотря на то, что, в принципе, дезодорант мужской, в интернете женская аудитория преобладает, какой процент женской аудитории участвовал в данных проектах? Во-первых, по правилам, ну, как бы не совсем правильно было участвовать женщинам, смотрите, по Яндекс.Метрике в обоих конкурсах регистрировалось около 15, по-моему, процентов женщин. Ну, понятно, интересно посмотреть, чем там мой занимается. Но непосредственно в участниках, которые там проходили какие-то этапы, я их не заметил, либо они были в пределах погрешности. Ну, нелогично в конце концов им было этим заниматься. КОНЕЦ